Привет, ребятишки! Руслан Соколовский, то есть получил все-таки этот парень 3,5 года, условно. Нет смысла перечислять вот эти статьи, по которым его обвиняли, надуманные совершенно и бредовые, это беспредел. Уголовной статьи там нет и быть не может. Тот, кто это комментирует, забывает об одном. Вот говорит там, власть оборзела, к чему мы пришли, а пришли мы, а точнее не пришли, а вернулись именно к тому, с чего и начинали. То, что и было 30, ну, может 40 лет назад, совсем недавно. Это старо в 80-е сажали за преподавание карате, или восточных единоборств, и за просмотр эротики, даже не порнухи, а эротики. Статья 219 Уголовного кодекса РСФСР. Небережное хранение огнестрельного оружия наказывается лишением свободы сроком на один год, или исправительными работами. Далее, указом Президиуму Верховного Совета РСФСР 3.12.1982, статья 219 дополнена под пунктом. Незаконное обучение карате наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества или без таковой. Эту статью отменили в 92-м году. За карате отсидел Валерий Гусев. Можете на ютубе посмотреть, достаточно известный. То есть, 4,5 года ему пришлось отмотать. И, причем, отношение как особо опасный преступник он. То есть, за подготовку к свержению власти, вот эта вся бредятина. На самом деле, ему было насрать на эту власть, и сейчас тоже на нее насрать. То есть, если вследствие твоих действий власть может быть дискредитирована, даже независимо от тебя, то ты автоматом становишься сепаратистом или экстремистом и попадаешь под уголовную статью. Экстремизм это подверженность крайним взглядам. То есть, те, кто с претензией к Соколовскому, они и есть экстремисты. Сепаратизм это выход из-под контроля. А вас, рабов и холопов, надо контролировать постоянно. Также, в 80-е можно было схлопотать уголовную статью за эротику. За просмотр. Не за порно, который сейчас все смотрят в интернете, а за эротику. За просмотр таких фильмов, как «Эммануэль» или «Последняя танго в Париже». Статья 228 Уголовного кодекса РСФЦР. Изготовление и сбыт порнографических предметов. Изготовление, распространение или рекламирование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений или иных предметов порнографического характера. А также торговля ими или хранение в целях их продажи или распространения. Наказывается лишением свободы на срок до трех лет или исправительными работами. Антисоветские фильмы антисоветского содержания смотрели? Нет, но я кусочек видел. Что вы хотите сказать? Это фильм «Рэмбо»? Отрицать не буду. Порнографические фильмы смотрели? Только один, и то совершенно случайно. И не полностью. Как название фильма? Я название не знаю, я могу сюжет рассказать. Пожалуйста. Молодая девушка, значит, убежала из дома и стала путешествовать по Греции. В «Последнем танго» в Париже эротики на 7 минут, а в «Эммануэле» ну на 30, наверное. Идеи тех, кто посмотрел эти фильмы, могли судить, как сейчас судили Соколовского. Сейчас повсюду секции, занимаются каким угодно спортом. То же самое с порно. 80% трафика по просмотрам в интернете – это порнуха. То есть мы иногда прерываемся от просмотра порнухи, чтобы посмотреть что-нибудь другое. То есть вот эта вот обыденность, которая сейчас всем кажется нормой, совсем недавно за нее сожжали. К РПЦ у меня резко негативное отношение. То есть если у нас правовое светское государство, то из-под РПЦ нужно выбить вот эту халяву и деньги, на которых они так расцвели. У них какие-то бизнесы льготные, госфинансирование, они как будто бюджетники. Халява на растаможке и с их многочисленными объектами недвижимости. Например, вот Исаакиевский собор они пытаются или возьмут на себя, а содержание его остается на балансе города. То есть на налоги ваши. От всего этого РПЦ нужно избавить. Они должны быть как кружок рисования в Доме пионеров. Они по сути являются таким кружком. То есть религия это дело добровольное. Кому-то она нужна, мне вот например она не нужна. Нахрянам этого Гундяева вставляют с его хобби на всех официальных приемах на уровне и наравне с властью. В свободном демократической стране это недопустимо категорически. Это он унижает чувства неверующих, рассказывая как нам нужно жить. Сам причем так жить не собирается. Судя по часам, яхтам и охраны ФСО. РПЦ очень любит со штурмом, мордобоем с помощью своих активистов отбивать какие-то земли под застройку очередного храма. Но при этом на благотворительность они смотрят без особого интереса. Почему-то они не делают даже в рекламных целях какие-то акции, что РПЦ кому-то помогло деньгами. Причем теми деньгами, которые им и пожертвовали. Вот когда они станут таким кружком свободного творчества, тогда и нужно следить за тем, чтобы им в их доме пионеров никто не мешал заниматься этим творчеством. Занимается, например, кто-то игрой на фортепиано. Ну, конечно, туда не должен к ним врываться какой-нибудь там Соколовский или кто-то другой и мешать им, бегая между ними и ловя покемонов. Мешает же. Но даже если он это сделает, то это все равно обычное хулиганство. Соколовский хулиган. Из кармана гвоздик вынул. Продырявил барабан. Это штраф как за разбитую витрину максимум. А он даже ничего не бил, никого не шпунял, значит это еще меньше. Никакой уголовной статьи здесь нет и быть не может. Многие говорят, что вот Соколовский делал это ради пиара, что это какой-то там пиар. Да весь YouTube это пиар. Кому не нравится пиар, не ходите тогда сюда. А то вы как депутат Милонов, который бежит в секс-шоп бороться за целомудрие, мораль и эстетику. Какая может быть эстетика в сексе, Рыжий? Ты что, дурак совсем что ли? Да и лукавишь ты наверняка. Сам извращенец еще какой. И поэтому громче всех борешься с извращенцами, чтобы на тебя не подумали. У тебя же по глазам видно. Порядочные извращенцы с извращенцами не борются. Они к ним относятся с пониманием. Главное, чтобы все было без вреда для окружающих. Все, пока.